Привет, друзья! С вами снова Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Ребят, я придумала новый формат и начинаю новый плейлист. Надеюсь, вы встретите его тепло. А суть вот в чем. В контакте, в группу в контакте вы высылаете свои полиграфические макеты, свои иллюстрации, а я записываю разбор этих работ. То есть нахожу какие-то недочеты, все мы прекрасно знаем, что нет предела совершенству и по возможности записываю пути их исправления. Кому интересно, пожалуйста, поставьте лайк и напишите в комментариях, будете ли вы участвовать вообще. Как вам такой формат? Ссылка на группу в описании под этим видео. Итак, получилось, что сегодня на разбор, на первый разбор прислал подписчик Алексей мой портрет. Мне он безумно нравится. Я считаю, что очень схвачен характер, похожесть, вообще интересное исполнение, но я бы была не я, если бы не нашла некоторые недочеты. Поэтому сегодня пишу. Хорошо, что файл в векторе, в иллюстраторе. Постараемся все здесь доработать. Вообще, первое и основное в ваших иллюстрациях и макетах – это единообразие. А, пожалуйста, запомни это и всегда стремитесь достигать его. Единообразие во всем – формах, цвете, приемах исполнения, тех же толщинах линий и так далее. Второй момент. Если вы сомневаетесь в каком-то своем дизайнерском решении. Даже если эти решения равнозначные, два-три решения, все хорошие, вы все равно создаете копии, чтобы можно было сравнить, потому что все познается в сравнении, и как минимум, чтобы была точка возврата. Поэтому первое, что я сделаю – это скопирую монтажную область со всем содержимым, и мы будем сравнивать изначальную иллюстрацию и то, что получилось. Монтажную область веду с альтом и с шифтом и дублирую. Итак, если мы разберем этот макет и посмотрим на предмет хотя бы толщины линий. Красный контур – толщина линий – 5 пунктов. Зеленый контур – сережка – 10 пунктов. Рот – вообще без контура. Овал лица – 8 пунктов и так далее. То есть, мне нужно первым делом привести все к единому знаменателю. Выбираем какую-то толщину, конечно, давайте все-таки возьмем потолще, пусть она будет… Ну, давайте среднее возьмем – 8 пунктов. То есть, я выбираю то, что можно было бы инструментом все вместе на мах выбрать, но поскольку они разные, придется делать с шифтом. То есть, я выбираю очки, оправу. Возможно, очки будем делать все-таки толще. Сережки. Еще сделаны кусочками. И им даю толщину 8 пунктов. Есть. Следующий момент. Вот здесь, в бликах, использована кисть. Я все-таки призываю сделать тоже вот эти блики. Прикольный тоже прием, классный. Сделать все-таки их равномерно. Тоже толщина линии тоже будет 8 пунктов. Проверим, насколько это толсто. Нормально, хорошо. Поэтому все кисти с шифтом выбираем вместе и даем им толщину 8 пунктов. Но нужно еще выбрать равномерно. Отлично. Дальше по окончаниям линий. Окончание линий принято в последнее время. Ну, не везде, конечно. Но все-таки помягче они смотрятся, когда линии не обрублены вот таким образом. Поэтому сейчас мы можем сделать как? Поскольку линии по толщине уже все приведены к единому знаменателю. Мы можем пойти взять один из объектов. Например, вот эту линию. Помним, что все у нас 8 пунктов. Пойдем в выделение. По общему признаку с одинаковой толщиной линий. Вот все выбрались 8 пунктов, но мы у всех линий сделаем закругленные концы и на всякий случай углы, чтобы что-то потом менять. Окей. Видите, они уже стали помягче. Ну и, конечно, само качество линий. Очень навязчиво вот здесь вот. Вот это вот кудря. То есть либо мы делаем тогда кудри везде, либо делаем просто плавные линии напевные, чтобы не было шероховатости. К тому же Алексей сказал, что это логотип, а в логотипе все должно быть достаточно тонко. Кстати, вот закругление сделали. Вот здесь хорошо получилось. Вот здесь тоже шероховатость. Поэтому хочется более плавных линий. И не забывайте о том, что если вы рисуете какие-то бионические формы, вот такие плавные, то есть не геометрические, а плавные линии, чем меньше точек, тем лучше. То есть вот тут не нужно вот этот перегиб резкий. Вот здесь, как я сказала, убрать. Поэтому я беру сейчас инструмент перо минус и будем убирать лишние точки, где таковые имеются. И инструментом белая стрелка тяну за манипулятор и рисую эту линию более плавную. И надо так проделать с каждой вот этой белой линией, с бликом. Тут тоже вот не нужна перо минус. И, пользуясь манипуляторами, рисуем красивые вот эти плавные линии. Я, конечно, видео затягивать не буду. Сделаю это самостоятельно. Мы можем тянуть к началу. В общем, рисуйте красивые линии. Они, конечно, не должны быть прям строго параллельны. Пусть они здесь более плотные, здесь более разряженные, но должно быть это вот какая-то плавность почувствоваться. Тут тоже, посмотрите, линия точно не нужна. Вообще, такие линии, конечно, через две точки вполне достаточно. И, ребята, тоже касается контура. Вот хочу все-таки перо минус избавиться вот здесь от лишних точек. Как раз, может, там глаз откроется. Не надо их тут лишних. Нужно инструментом группового выделения удалить лишнее и порисовать как можно через меньшее количество точек. Давайте вот так вот ограничимся. Не знаю, какая это будет линия, но надо просто рисовать и смотреть разные варианты. Также, ребята, обратите внимание на симметричные детали. Вот здесь Алексей нарисовал переносицу и брови единым объектом. Можно сделать как? Можно, я думаю, разорвать вот здесь вот в этой точке и просто отзеркалить, чтобы линия все-таки была симметрична. Конечно, не говорю, что лицо сильно у нас симметричное, но я думаю, для логотипа прием должен быть такой. Следующий момент. Вот старайтесь избавляться вот от таких мелочей. То есть в моем случае, в этом случае можно ухо, например, сделать немного просто выше, чтобы не было вот здесь вот такой некрасивый вот этой вот, ну, надо сразу, наверное, было с сережкой, чтобы вот эта тоже точка лишняя ушла. Ну, сережка устроена таким образом, что она еще состоит из двух объектов, поэтому это Ctrl-G сгруппирую и с Shift-у уведу. И обращайте внимание, как перекрывается один объект и другой объект. Вот здесь вот сейчас некрасиво стало, поэтому будем искать варианты немного позже, как можно соприкосновение сделать зеленого объекта, зеленой толщины и контура лица. Мы вернемся к бровям. Инструмент белая стрелка. Здесь контур вот в этой точке. Разрываем и удаляем вот эту частичку. А вот этот, после того, как вы уже нарисовали красиво, я тоже здесь лишнюю точку убрала, но тут можно, в общем-то, оставить плавную линию. Мы правой клавишей трансформировать зеркальное отражение, по горизонтали копировать и ведем Shift-у, чтобы шло ровно. Ставим где-то здесь. И все-таки, ребят, наверное, надо будет еще глаз присылать, то уже, опять же, принцип такой, уменьшаем количество точек. Перо минус. Делаем мягкие линии. Ну, кстати, вот верхняя века хорошо. А вот здесь, конечно, нужно еще что-то поискать. Тут тоже убрала лишние точки и хочу сделать более мягкую линию. И все-таки, друзья мои, по поводу толщины линии, мне все-таки хочется, чтобы оправа у очков была толще. Можно вот прям сделать, да, сказала вначале, что одна толщина линий, но если делаете разницу, то делайте ее значительно хорошей. Вот не на чуть-чуть, не на один-два пункта, а хорошую. Поэтому, может быть, посмотрим оправу. Вот не 8, а все 15 пунктов. Я думаю, что вполне может быть, только тут надо разобраться вот с этой частью. Тут, наверное, спрячется. А эту, наверное, деталюху надо сделать просто меньше. Не буду здесь ничего выравнивать, потому что, ну, не такой уж он симметричный логотип, мне кажется, может быть. И, возможно, попробовать у рта тоже сделать толщину. Толщина черная и 8 пунктов. Насколько это будет грубо. Ну, единообразие, конечно, в общем-то, напрашивается. Ну и, друзья мои, с контурами здесь я немного поколдовала. Вот этот вот острый тоже край мне не очень нравится, потому что, если бы был такой прием острого краешка, то, наверное, надо было его применять вот здесь тоже. Но поскольку здесь мягкий и вообще все остальное мягко, я, наверное, вот эту вот штучку тоже превращу во что-то мягкое. И вот эту. И тоже порисовать. То есть, вообще, обращайте внимание на силуэт. Это очень важно, когда мы рисуем особенно знаковые вещи. Силуэт играет большую роль. Можно даже, ну, как художникам, вот, советуют глаза прищуривать, чтобы детали не видеть, а видеть цельно. Поэтому, наверное, есть смысл здесь тоже где-то с прищуренными глазами порисовать силуэт. Здесь тоже вот вижу точка лишняя, где-то есть. Да, перо минусы тоже уберут. Уберу, может быть, здесь есть смысл не одну, не один блик сделать, а два. Ну, посмотрим. Посмотрим немного позже. Ну, и реснички остались тоже все-таки из кистей превращу в однородную. Вы видите, крайне однородная линия равномерная, а эти кисти почему-то. Хотя бы тогда сделать все кистями. Так, однородная, равномерная, 8 пунктов, скругленные концы. Ну, и тогда немножко их подвигать, порисовать уже по месту, чтобы не было никаких зазоров. Вот здесь, да, при стыковке. Еще я, друзья мои, притянула из файла свой логотип. Ну, конечно, я не говорю, что у вас обязательно, у всех должен быть мой логотип. Но тогда все равно цвет приводим к единому знаменателю. Не надо плодить тоже лишние цвета, поэтому здесь должен быть красный, оказаться вот таким красным. Так, удалю пока значок. Поставлю его куда-то по центру. И с сережкой все-таки закончим. Ну, я думаю, надо просто вот этот кусочек, ctrl, shift, левая квадратная скобка, закинуть на дальний план. И все, проблема будет решена. Ребят, вот о чем я говорила, чтобы всегда в сравнении был вариант прежний, вариант новый. Потому что все познается в сравнении. Надеюсь, что у меня получилось немного причесать макет. Ваше мнение мне тоже очень-очень интересно. Поэтому, пожалуйста, пишите под видео. Если захотите участвовать условия в группе, либо задавайте мне в личных сообщениях. Спасибо за внимание. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока.